Это был такой первый мой опыт Поделиться творческой энергией друг с другом В масляной пастели есть свои плюсы и минусы Всем привет, меня зовут Аня, вы на канале Эт нарисовала гордость И в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о том, как прошли мои арт-пикники в Москве Поделиться своими эмоциями Рассказать о том, каково это работать масляной пастелью на улице И вообще, как мне опыт такого мероприятия По ходу видео я буду делиться моментами того, как проходил наш арт-пикник Для меня было очень ценно записать это и оставить себе на память Потому что это был такой первый мой опыт И я надеюсь, что не последний Начну, пожалуй, с того, откуда я вообще взяла эту идею И почему я так сильно ей загорелась Конечно же, идея арт-пикников не нова И это не какая-то моя придумка, не мое изобретение Просто я решила совместить мое любимое времяпрепровождение вне, дома, летом И какую-то полезную для себя активность Мне очень хотелось провести некоторое время в какой-то творческой атмосфере И я подумала, что мы с подружками можем устроить для себя подобное мероприятие Так как все мои подружки, они более или менее рисуют И им это все нравится Я подумала, что им эта идея понравится Когда я рассказала об этой идее Катюше Она сказала, что было бы очень классно сделать такое мероприятие Позвать моих подписчиков И провести время вместе Познакомиться, пообщаться И в целом поделиться творческой энергией друг с другом Я подумала, что это было бы здорово Сделала пост в телеге о том, что хочу провести такое мероприятие Я немного с мандражом писала пост Потому что мне казалось, что, возможно, никто не поддержит мою инициативу Никому это не будет особо интересно Но откликнулись довольно много людей И мне удалось набрать девчонок на два дня И я, горя этой идеей, решила продумывать какие-то детали дальше Больше всего я, конечно же, волновалась о том, какая будет погода Естественно, я посмотрела прогноз погоды Но так как до пикника был целый месяц У меня внутри были опасения, что погода может испортиться резко И когда я ехала в Москву, как раз-таки по прогнозу На эти дни был дождь Но нам повезло, и пикники прошли в прекрасной солнечной атмосфере Настоящего такого теплого, но не слишком жаркого лета Погода на эти два дня действительно оказалась настоящим подарком для меня И подкрепила мою уверенность в том, что пикники пройдут так, как я и задумала Я решила, что наберу девчонок Независимо от того, умеют они рисовать или нет Так как главной идеей моего арт-пикника было именно общение Именно какой-то обмен творческими идеями Какое-то вдохновение в моменте И именно от этого я отталкивалась Когда искала какие-то вдохновляющие картинки Для того, чтобы подкрепить свой энтузиазм и вдохновение Для того, чтобы рассказать вообще о том, какое мероприятие мной планируется Поэтому я предупреждала всех, кто хотел записаться, о том, что умение рисовать абсолютно не обязательно И рисовать мы будем масляной пастелью Это материал, который мне кажется максимально комфортным даже для новичков Потому что он довольно-таки яркий Он очень легкий в использовании И в целом это материал, который позволяет получить результат довольно-таки быстро Что было тоже довольно-таки важно в этом мероприятии В целом я очень рада, что даже те, кто редко рисует для себя Или вообще практически не рисуют Тоже вписались в эту идею И пришли на мой арт-пикник Я очень рада, что моя такая инициатива была встречена положительно И сейчас я немного отключусь Для того, чтобы показать вам процесс сбора на арт-пикник И то, какие вещички я подготовила для участников Вчера на маркете взяла вот такую вот красивую и вкусную карамель мягкую для нашего арт-пикника Сейчас я вам покажу, как запаковываю подарочки для всех участников пикника Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие милые сверточки у нас получаются Это очень удобно, потому что после пикника Девчонки смогут завернуть свои работы обратно в эти конвертики И их шопперы не вымажутся от масляной пастели Для пикника мы выбрали солнечную лужайку в парке Горького Очень комфортное место Рядом с нами сидели еще несколько отдыхающих группок людей Некоторые из них, кажется, даже тоже рисовали И в целом мне повезло, что в наших компаниях на оба дня были довольно-таки общительные люди И мы очень быстро нашли общий язык Больше всего я, наверное, волновалась, что так как я болтушка Болтать буду только я Но вроде как получилось найти коннект со всеми И в разговоре участвовали все девчонки Естественно, я хотела, чтобы атмосфера моего пикника проходила Не только за рисованием, но и за какими-то увлекательными разговорами Поэтому на пикник я подготовила еще и угощение для девчонок И, конечно же, масляную пастель Субтитры сделал DimaTorzok Рисовали мы моей самой любимой на данный момент масляной пастелью от Malevich Этот материал проверенный мной Рисую я сейчас практически только ей, когда рисую для себя И поэтому у меня не было сомнений в том, что работать ей будет комфортно И в том, что результат не должен кого-то слишком разочаровать Постфактум могу сказать, что даже те, кто не работали масляной пастелью Получили от ее использования довольно-таки приятные эмоции Я не готовила какую-то особую тему для рисования Мы составили такой небольшой натюрмортик Я взяла какие-то красивые вещички, которые можно было бы использовать в рисунках Но в целом я не ограничивала творческий потенциал И сразу же сказала девушкам, что это будет не мастер-класс Это будут просто творческие посиделки И рисовать можно все, что угодно Но большинство все-таки рисовали какие-то предметы их окружающие Или нашу подстилку со всякими штучками Это, мне кажется, очень здорово Потому что у девочек останутся эмоции именно от этого дня Когда они будут смотреть на картинки, нарисованные на арт-пикнике Субтитры делал DimaTorzok Я совсем немного рассказывала о том, как я обычно работаю масляной пастелью Это были такие самые базовые советы, которые здесь я рассказываю почти в каждом видео Когда рисую масляной пастелью И сейчас я хочу рассказать немного о том, какие есть минусы и плюсы работы этим материалом на природе Так как я сама до арт-пикника очень мало работала этим материалом на природе И мне самой было интересно, какие свойства подчеркнут этот материал Какие будут мешать в работе Конечно же, как и у любого материала, в масляной пастели есть свои плюсы и минусы И здесь я о них сейчас расскажу Начну, пожалуй, с общих вещей, которые вам понадобятся, чтобы получить максимум комфорта в работе материалом В первую очередь я советую вам заточить все мелочки дома Это очень сильно ускорит работу на природе И на природе вы уже будете погружены в процесс именно рисования Вам не придется тратить время Конечно же, очень важно взять с собой канцелярский нож для того, чтобы подтачивать мелочки Потому что масляная пастель это довольно-таки расходуемый материал И он будет быстро уходить у вас на природе Тем более, а тем более в рисовании в компании Поэтому затачивать мелочки придется постоянно Поэтому не забудьте с собой взять какую-нибудь коробочку Куда вы будете складывать мусор от масляной пастели Это очень важно Следующий небольшой минус в работе этим материалом Это то, что вам нужно не забыть с собой взять влажные салфетки Потому что этот материал пачкает руки Даже если работать очень-очень аккуратно Но иногда хочется что-нибудь растереть Иногда хочется как-то подправить работу И вы обязательно будете соприкасаться пальцами с этим материалом А на природе он подплавляется и становится довольно-таки жирненьким Оставляет заметные следы на руках Поэтому, чтобы ничего не выпачкать Лучше не забыть влажные салфетки Следующая вещь, о которой нужно не забыть Это лучше надеть одежду не слишком светлую Потому что есть небольшая вероятность Вымазаться масляной пастелью Когда у вас испачканы руки Вы можете испачкать и одежду Но именно на наших пятниках мы столкнулись с тем Что скорее трава испачкает вашу одежду Чем масляная пастель Следующий момент в работе масляной пастелью Это то, что я советую все-таки брать Не слишком маленький формат Я, человек, который очень много работает масляной пастелью Могу уже рисовать более маленькие картинки И в своих кремальных скейтбуках я также рисую масляной пастелью Но в основном это все-таки формат не меньше опятого Для своих арт-пикников я подготовила холстики 23 на 23 сантиметра И мне показалось, что это довольно комфортный размер Это тот размер холста, который можно вполне заполнить примерно за час времени И тот, в котором не будет проявляться слишком мелких деталей Который довольно сложно заполнить таким материалом, как масляная пастель Потому что все-таки это больше эмоциональный материал Который требует такого всплеска эмоций, вдохновения Когда тебе хочется разгуляться на более крупном формате Так что вам я тоже советую брать форматы покрупнее На пикниках многие рисовали на четвертом формате И в целом это было очень комфортно Дальше мы переходим к плюсам рисования масляной пастелью на природе И в частности на пикнике И первый плюс это то, что картинку можно рисовать очень быстро То есть на картинку формата А4 уйдет у вас примерно час Как я уже сказала Это довольно комфортный формат Когда ты можешь посидеть, поболтать с подружками И одновременно с этим создать какое-то произведение искусства За такой короткий период времени То есть это материал, который дает себе возможность Спокойно оторваться и при этом получить готовую работу За довольно короткий промежуток времени Конечно, другими материалами тоже возможно такое Но все-таки, как мне кажется Масляная пастель в этом плане очень быстрый материал Разве что только карандаши будут более простым материалом Потому что они и не пачкаются И их доставать очень быстро и точить нужно реже Но карандашам нужен особый подход Мне кажется, что все-таки пастель в этом плане более такой пластичный материал Следующий плюс масляной пастели в работе на улице Особенно в солнечную погоду Это то, что она начинает плавиться И становится действительно такой жирненькой и масляной Да, это может вымазать вам руки Но поверьте мне, оно того стоит Потому что пастель от Малевич, которую мы использовали Она и так очень приятная по текстуре Она и без того довольно мягкая Мне очень комфортно ей работать и в помещении Но когда мы вышли на природу и солнце буквально немного нагрело пастель Она стала прям вообще как масло размазываться по холсту Это было очень приятно Многие девчонки немного размазывали и растирали пастель при работе И им было действительно комфортно работать с пастелью Потому что она прям очень хорошо растиралась И цвета смешивались друг в друга довольно-таки гладко Это очень классный момент Я как-то даже не задумывалась до наших пикников о таком свойстве пастели И теперь беру его на вооружение Следующий плюс масляной пастели Это то, что этот материал очень прост в транспортировке Чтобы достать его из сумки и приступить к работе Не нужно слишком больших манипуляций Как это происходит обычно с красками, например И вы можете просто присесть на лолочку в парке И отлично провести небольшой промежуток времени Делая какой-нибудь маленький этюд с натуры Потому что масляная пастель Она прекрасно помещается даже в маленькую сумочку И даже маленькой палитрой цветов Можно создать красивую, яркую, летнюю, сочную картинку Я вот для себя, например, после нашего арт-пикника Собрала вот такую палитру Это маленькая жестяная коробочка В которую я сложила те оттенки масляной пастели Которые особенно сильно полюбились мне Здесь где-нибудь пущу выкраску этих цветов Мне кажется, я собрала идеальную для себя летнюю пастель Собрала ее в отличную маленькую коробочку Которую я смогу носить с собой И получать картинки очень быстро, в моменте И даже рисовать в обычном своем карманном скетчбуке В моменты особого вдохновения вне дома После того, как мероприятия уже прошли Могу вам с уверенностью сказать о том, что это прекрасное времяпрепровождение Со своими подругами, с какими-то своими знакомыми Это очень хороший способ познакомиться Хороший способ найти какие-то общие темы для разговоров Потому что мне кажется, что пока мы провели несколько часов вместе за рисованием Мы успели обсудить очень много вещей Это было очень здорово В очередной раз ты убеждаешься в том, как здорово получать общение с такими же творческими людьми, как ты И получать заряд вдохновения от работы в компании вместе с ними В моей жизни после училища очень мало таких экспириенсов было И мне хочется повторить что-нибудь подобное Возможно, вытащить моих друзей и порисовать с ними вместе Дальше я хочу поделиться с вами картинками участниц арт-пикников Которые они мне разрешили показать вам Я думаю, что это был классный опыт для всех, кто поучаствовал Как минимум, потому что на денечек хорошим настроением зарядились точно все И попробовали новый материал Потому что для большинства участников этот материал был новым Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После того, как прошла наша встреча, я решила расспросить девчонок о том, понравилось ли им работать масляной пастелью Какие они нашли для себя плюсы, какие нашли минусы Хотят ли они продолжать работать этим материалом И вот здесь я вам повставляю, что они мне ответили Из всех эмоций по ходу работы и от обратной связи уже в сообщениях Могу сказать, что большинству этот материал понравился И это очень приятно для меня, потому что мне было немного страшно приносить в работу тот материал, который я хорошо знаю, в котором я уверена И на мне лежала такая небольшая ответственность в плане того, что мне нужно было доказать людям, что этот материал добротный, что им получаются классные картинки И что масляная пастель не такая страшная, как кажется многим людям, которые пробовали рисовать таким материалом только в детстве И у них получалось не очень хорошо Надеюсь, я вдохновила вас на то, чтобы взять свою подружку и пойти порисовать в какой-нибудь ближайший парк Любым художественным материалом Но особенно мне будет приятно, если я вдохновила вас поработать масляной пастелью Впереди у нас еще целая половина лета И нужно не упускать эти теплые денечки И нужно как можно больше вдохновения словить от этих ягод, солнца, светлых ночей, длинных дней Это прекрасное время, я очень сильно его люблю Даже несмотря на то, какая невероятная жара стоит у нас сейчас в городе Все, я буду завершать на этом Как всегда в конце видео я приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал Там я пощу свои новости из жизни и иногда делюсь картинками в процессе Еще вас зову подписаться на мой Бусти Там я выкладываю абсолютно все картинки, которые рисую для себя и на заказ А еще там выходят дополнительные видео, которых нет больше нигде Увидимся с вами в следующих видео или на следующем арт-пикнике Пока!